Когда 5 декабря 1918 года в семье Георгиевского кавалера Егора Степановича и Марии Тимофеевны Ситновых родился сын, его нарекли Валентином. Вот так появился на свет в некогда многолюдном селе Сыречево Дивеевского района будущий герой Советского Союза. И как-то незаметно пролетело время его учебы в семилетней школе, потом переезд в Держинск и окончание химического техникума. Кстати, там после учебных занятий он спешил в любимый местный аэроклуб, который закончил одновременно с техникумом. А в 1938 году его призвали в Красную армию и направили в Энгельскую военную авиационную школу. Действительно, он был рожден для неба. Через год Валентин уже воевал против белофинов на Карельском фронте. Там же был удостоен своей первой награды – Ордена Красной Звезды. А в 1940 году его переводят в Крым, в авиацию дальнего действия Южного фронта. И в августе 1941 года он уже капитан и заместитель командира эскадрильи бомбардировщиков. Тогда его экипаж наносил бомбовые удары по скоплениям немецких и румынских войск. А вообще за два года войны он более 200 раз отправлялся на опасные задания. Шесть раз его самолет подбивали. Машина горела в воздухе. И ему приходилось сажать самолет, имея ранения. За мужество и героизм в июне 1942 года ему присваивают самое высокое звание страны – Героя Советского Союза. В октябре того же года его вновь награждают. На этот раз Орденом Красного Знамени. Последний его боевой вылет на бомбометание в Донбассе в июне 1943 года занял немного времени. Тогда на вражеском аэродроме было уничтожено 15 самолетов. Пылали ангары и другие строения. Можно было возвращаться и на родной аэродром. Но вдруг самолет Сетнова тряхануло. Огонь от попавшего у него зенитного снаряда стал подбираться к кабине. И тут впервые за всю войну командир приказал экипажу покинуть самолет. И когда экипаж Сетнова не вернулся с боевого задания, судьба летчиков долго оставалась неизвестной нашему командованию. А между тем Валентин, приземлившись на парашюте, вышел на окраину села, занятого немцами. Там у родника он встретил женщину. Передал ей на хранение планшет с документами и наградами. Но звезду героя оставил при себе. На восьмые сутки его в бессознательном состоянии обнаружили фашисты и взяли в плен. Допрашивали, пытали, били. Потом увезли в госпиталь для военнопленных. А затем этапировали в лагерь, расположенный в Польше. Через три месяца он оттуда бежал, но его вновь поймали и приговорили к смертной казни через повешение. Однако спустя какое-то время смерть заменили отправкой в концлагерь Освенцим. Потом перевели в печально знаменитый Бухенвальд. И это не сюжет приключенческого фильма. Это было на самом деле. Вы только представьте, там, в невыносимых условиях фашистских концлагерей, Валентин Ситнов сохранил не только честь, но и звезду героя, которую в критических ситуациях прятал за щекой. Документально известно, что он был одним из организаторов вооруженного восстания в Бухенвальде. И именно из него уже после победы в июне 45-го года войска союзников, освобождавшие узников, передали его советскому командованию. Проверка длилась недолго. В августе Валентину Егоровичу восстановили в звании и вернули все награды. А в родном авиационном полку, который базировался тогда в Польше, героя встретили очень радушно. Но и радость длилась недолго. Вечером 20 декабря 45-го года на автомашину, доставлявшую летный состав с аэродрома в жилой городок, было совершено бандитское нападение польских националистов. В той перестрелке погиб герой Советского Союза капитан Ситнов. Однако в другом секретном документе от 46-го года говорится несколько другое. Что Валентин Егорович был убит в ссоре с польской милицией. Но где, при каких обстоятельствах, наверное, так и останется тайной. Сейчас складывается впечатление, что вместе с нами и против фашистов воевали только четыре танкиста, да одна собака. Так или иначе, но нашего отважного земляка с воинскими почестями похоронили в братской могиле в городе Бресте. А в завершение выскажу свое субъективное мнение. Такую уникальную судьбу невозможно придумать и еще поискать даже среди героев. Но все-таки, как же несправедливо обошлась она с ним. Он геройски сражался в небе, мужественно прошел ад концлагерей, а погиб в мирное время, всего-то в 27 лет от роду. Его единственный сын, Валерий, проживал в Казани. Там же он и скончался. Внук Валентин 10 лет назад, в 2009 году, ушел из дома и пропал. Его объявили в розыск, но до сих пор о нем ничего не известно. Вот такие трагические судьбы сложились у Ситновых. В заключение отметим, что именно вот на этой земле родился и жил Валентин Ситнов. Но наш легендарный земляк до сих пор остается с нами. В названии улиц, в мемориальных досках и вот в таких очерках. Но самое главное – в памяти людской. Сегодня с грустью, глядя на природную красоту, да еще на запустение этого некогда многолюдного и родного для Ситнова села, я вдруг вспомнил слова знаменитого актера Владимира Зельдина. Раньше мы говорили о том, что наши внуки будут жить хорошо. А сейчас говорим внукам о том, как хорошо в свое время жили мы. И сто тысяч надежд, и руин раскаленных, И сто тысяч салютов, и стон проводов, И свирепая нежность твоих батальонов Уместились в твоих полсотни годов. На твоих рубежах Полыхают пожары Каждый год словно храм Уцелевший во дне Каждый год как межа Между новым и старым Межды год как ребенок Спешащий ко мне На краю городском Где дома новостройки На холодном ветру Распахнули Польтецов Чтоб летящих звездам Московские тройки Мне морозную пыль Уронили в лицо Чтоб летящих звездам Московские тройки Мне морозную пыль Уронили в лицо Но только что там зима Ведь проклюнулось лето И навеки прощаясь Со старой тоской Старупу разбивает Старуха планет Молодая выходит Из пены морской Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok